Итак, начнем. Значит, первый вопрос, который хотелось бы сегодня озвучить, это вопрос обмундировании современного федериста. Ну, скажем так, начинающему рыболову, наверное, неискушенному в этом виде спорта, как-то сразу заморачиваться насчет каких-то девайсов сложных и дорогих, наверное, не особо есть смысл. Поэтому все, как правило, начинают со стульчиков. Со стульчиков, простых стульчиков. Ну, вот, скажем так, один из его таких явных, ярых представителей, это вот такой простой стульчик, туристический, кемпинговый, как хотите называйте, вы, наверное, больше кемпинговый, да? Как правило, с таких стульчиков начинают. Ну, хотелось бы сказать, какие плюсы, какие минусы? Плюсы один, даже два, наверное, да? Это его невысокая стоимость, он стоит там недорогих денег, да? Для начинающего рыболова самое оно. И плюс в том, что он весит мало и занимает мало места в автомобиле. Как правило, фидерист это человек, у которого много всего, вот вы видели, да? Я тут наставил, вот это все нужно увести. Плюсом ко всему там всякое кемпинговое оборудование, там палатка, если это ночлег и так далее, то есть занимает это все много места. Вот такой стул занимает места очень мало. В этом его удобство. И порой, когда уже устаешь от большого количества фидерных девайсов, хочется просто взять стульчик, сесть на берегу, удочка, стульчик и ты, и рыбалка, все. Поэтому такое тоже бывает. Поэтому начинать можно вот с такого. В чем минус этого кресла? Как мы понимаем, вся рыбалка у нас происходит на берегу. Берег это у нас не стадион и даже не спортзал, да? Поэтому вот вся его простота в этом его же минусы обеспечивает. То есть вот эти вот поперечные дуги, они очень сильно препятствуют ровной установке этого кресла, стульчика на берегу. Берег, как правило, состоит там всякие камни имеет, да, в конце концов, кривой рельеф. И когда ты садишься, да, примерно вот в таком состоянии, у тебя спинка давит под лопатки, то есть удовольствие от такой рыбалки вы получаете минимальное. Ну, так просидеть можно минут 10-15. Вот, плюсы и минусы. Сломался, можно такой же купить еще один, не проблема. Цена вполне либеральная. Значит, следующий уровень, который хотелось бы тоже предоставить, показать, также описать его плюсы и минусы. Это вот такой стульчик, уже, скажем, в более дорогой ценовой категории и с большим функционалом. В чем плюсы, в чем минусы? Ну, минусов особых у него нет. Ну, скажем, с точки зрения фидерной рыбалки есть небольшие. Значит, вот мы садимся на этот стульчик, уже имеет этот стул какую-то ортопедическую спинку, более-менее, да. Уже этот стульчик имеет, если кто-то обратил внимание, регулирующиеся ножки. То есть, есть механизм, который позволяет каким-то образом более-менее комфортно этот стул установить на кривом рельефе берега. В этом его плюс. Ну, небольшой минус, естественно, в цене. Он стоит уже на порядок больше, чем предыдущий. Но удобство несравненное с предыдущим. Значит, в чем минус с точки зрения фидерной ловли? Если мы говорим о том, что фидерист – это человек, который сидит стационарно на одном месте, то есть он ловит, не сходя с места, соответственно, чем меньше он делает телодвижений лишних, чем меньше он там встает куда-то идет, или встает что-то берет, да, тем идеально. Тут, получается, стульчик, да, он замечательный, но на него какой-то дополнительный обвес повесить уже не представляется возможно. Что такое обвес? Значит, этот стул мы посмотрели, ставим его в сторону. Хороший стул, кстати, у меня примерно такой же есть, для таких коротких, скажем, ну, 3-4 часа сессии. То есть я приехал, я понимаю, что я не буду целый день сидеть. Я вот приехал, буквально, у меня есть там 2-3 часа, я поставил стул, замесил прикормку, 2 часа покидал, все. Если я вот это буду все раскладывать, у меня больше времени уйдет на сборку и разборку этого всего. Третий уровень, это уже для искушенных рыболовов, это так называемые рыболовные кресла и платформы. Но платформы у нас пока здесь нету, у меня ее тоже в наличии нет, поэтому пока показываю, что есть. Это кресло. Рыболовное кресло, цена варьируется там от 7 тысяч и выше, это только за само кресло. К этому креслу идет обвес. Что такое обвес? То, про что я говорю. Когда я сижу, у меня все под руками. Вот у меня столик, вот у меня здесь насадка, например, если я правша, мне это удобно с этой стороны. Баночки под насадку, да. Вот у меня тазики есть, кто-то его использует под прикормку, кто-то под мытье рук, когда наливает воду, да. Есть у меня подставка под удилище. То есть я тут же забросил, тут же помыл руки, тут же взял полотенце, вытер руки, какие-то подставки, да. Тут же у меня подсадчик для рыбы. То есть когда я ловлю рыбу, и я понимаю, что берег у меня мелкий, и рыба, ближе подходя к берегу, начинает, замечает рыболова там, не знаю, мелкий водоем там, и она начинает уже более активно себя вести. Поэтому я вытягиваю свой подсадчик, не исходя с места, подсачиваю ее, достаю, снимаю с крючка и тут же бросаю в садок. У меня все под руками. То есть место организовано. В чем плюс этого всего? Плюс, опять же, в удобстве. Когда я понимаю, что я приехал на целые сутки на водоем, например, ну даже не на сутки, скажем, на один день. Я приехал утром, я разложился, это примерно, ну, вот вы сейчас видели, да, на ровном полу это, ну, минут 10-12. На кривом полу, пока я это все поставлю, ну, это минут 25-30 при должном навыке, когда я знаю, что у меня где прицеплено. Потому что тут еще даже не все есть. Еще такие штуки, которые подставки под ногу, если я встаю в воду и у меня там, я встаю прямо в воду, и у меня мелкий берег это позволяет сделать, так называемый педано. Вот. В чем плюс этого всего? Я раскладываюсь, я сижу, я занимаюсь только рыбалкой. Я никуда не схожу с места. Вот он. Все эргономично, все по месту, все по делу. В чем минус? Это все занимает много места. Это все требует определенного времени установки. То есть, если я приезжаю на короткую сессию, я выбираю вариант номер 2. Если я приезжаю на серьезную сессию и еду далеко, я четко понимаю, что я беру вот это все и устанавливаю это все. Вот. Ну и минус, естественно, стоимость. То есть, сейчас цены, как вы понимаете, все кусается, да? Поэтому тут уже каждому выбирать по финансам. Ну, естественно, это все приобретено не за раз. Это все приобреталось в разные годы. Вся моя коллекция собирается уже 3 года. И еще пока не все. Вот. Поэтому это так, чтобы наглядно посмотреть, что к чему и почему. Плюс, опять же, это все конструкции, как я сказал, тоже так же регулируются ноги. Видите, да? Вот регуляторы стоят. То есть, если какой-то перепад по высоте передней ноги или задней ноги, я могу в любой момент это все откорректировать, отрегулировать. Если, например, сравнивать предыдущие конструкции кресла, здесь еще дополнительно регулируется угол наклона спинки самой. Например, при желании можно даже сделать вот так. Каждый для себя в этом кресле найдет нужные ему регулировки, при которых ему будет очень комфортно и удобно ловить. Ну, скажем, это не совсем спортивный вариант. Есть еще такие вещи, как платформа. Это, скажем так, ящичек. Тоже, опять же, на регулируемых ногах. Если интересно, посмотрите в интернете. То есть, смысл тот же. Ноги регулируются по высоте, позволяют установить место рыболова буквально на любом рельефе. Вплоть до... Чаще всего спортивные соревнования проводятся на дамбах. То есть, это бетонные какие-то такие заливные конструкции, типа, вот как у нас на Ангаре видели, да? По набережной едите, там такая вот прям крутая дамба. Вот берег укрепленный. Вот на такие крутые берега, вот такие конструкции садятся. Вот это уже не подойдет. Так, значит, вот это, что касается всего оборудования. Ну, естественно, садок. Садок очень удобная вещь, когда очень мелкий берег. Например, этот садок, если не ошибаюсь, 4 метра. Бывает 5-6 метров садки. То есть, чем дальше я его выбрасываю, тем более сохранна рыба. Иногда бывает такой прибой, что вешаешь короткий садок, например, такой мобильный садок, и потом вся рыба там уже засыпает, погибает. А в таком садке она может жить практически сутки. Ну, сколько я сюда влезет, я даже не представляю. Ну, в общем, вещь очень удобная, вещь очень необходимая. В спортивных баталиях подобного рода садки – это просто необходимость. То есть, даже есть в правилах такое ограничение. Садок должен быть не меньше, и идут цифры. Это нужно для того, чтобы, когда человек-спортсмен сдаёт рыбу на взвешивание, чтобы она имела товарный вид, и чётко было понятно, что она там… Её можно было выпустить в воду, и что она не занесённая, а именно вот свежепойманная. Подобного рода конструкция пластиковых ног. Естественно, здесь никакой прокладки, создающей дополнительное трение, нет. Вот, если видно, можете посмотреть. Вот она нога. Пластиковая абсолютно. Вопрос в следующем. Насколько эта конструкция устойчива на наклонных дамбах? Рассказываю. Значит, сам на дамбах не рыбачил. Видел только, как это делают другие. Как это делают на соревнованиях? Это чаще всего происходит на соревнованиях. Почему? Потому что дамба – это место, одинаковый берег для всех. Все одинаково стоят, у всех равнозначные береги. Как правило, дамбы устраивают на таких водоёмах, где каналы укрепляют берега таким образом. Или берега каких-то водохранилищ. Ну, это если оно в черте города, например. Как вот у нас набережные делают. Там, да, там создают для всех одинаковые условия и по дну, и по берегу. И вот они становятся все на эту дамбу. Но у них есть обязательные условия. Они должны быть закреплены дополнительной верёвкой. То есть, так как это дамба, чаще всего она состоит из каких-то кусков. Там плит, ещё есть какие-то щели. Вот спортсмены вбивают туда какой-то металлический штырь и к нему привязываются. Если есть какие-то уши, например, у самих плит, вот они это дело всё привязывают. У них даже это чётко закреплено. Даже ты сам, в силу того, что есть факт, есть возможность скатиться в воду, ты должен сам быть привязан. Это у них в правилах, как у Чинаш, всё прописано. Поэтому вот это дело я не использовал, но на таких серьёзных уклонах, ну, скажем, на водохранилищах, вот на берегу Братского водохранилища есть такие крутые берега. Ну, вставал, в принципе, никуда ничего не ехал. Значит, вопрос такой, каким образом из текущего положения переставить фидер так, чтобы было удобно ловить в текущий момент на конкретном водоёме? Отвечаю. Дело в том, что мы же говорим, что у нас всё вот это вот навесное оборудование, так называемое, обвес, вот это всё называется обвес. То есть есть кресло, есть обвес. Этот весь обвес, он снимается и ставится. Грубо говоря, я снимаю его отсюда, ставлю его сюда и ставлю сюда. Да, мало того, если мы посмотрим, у нас так называемый фидер арм, он может ещё менять угол наклона, да? Для чего нам это надо? Мы же говорили сами, да, про реку. Что там у нас угол наклона должен быть не меньше 90 градусов, ой, 45 градусов. Примерно вот так, да? Я вот могу вот так вот сделать даже сейчас. Да, я просто туда это направил, потому что, чтобы никому глаз не выколоть. Вот, поэтому здесь вот в чём плюс этой конструкции, она мобильная, это конструктор. Её можно собирать, как вам удобно. Хочешь, захотел, поставил так, замечательно. Захотел, опустил, опустить, например. Часто бывает, когда ветреная погода или большое волнение воды, да? И вот эти лишние паразитические движения на кивилер оказывают совсем негативные воздействия. Поэтому я чаще всего ловлю, опустив удочку максимально к воде, чтобы, скажем, сильный ветер не особенно влиял на видимость поклёвки. И тогда я вижу поклёвку практически идеально. То есть у меня вся леска находится в воде, ветру она никак не подвержена. Ну, там волна бывает, хлещет, не без этого. Но тогда это уже несколько другая тема. Вот таким образом. Какова должна быть длина ручки-подсадчика, чтобы им было комфортно работать? Ручки-подсадчика бывают разные. Вот эта ручка 4 метра. Вот она 4 метра высотой. Бывают ручки 3,5, бывают ручки 5. Эта ручка телескопическая, а бывают штекерные. Почему они такие разные? И почему, и для чего, для каких условий? Ну, я уже объяснил, что если мы имеем водоём, как правило, наши все водоёмы имеют такое плавное понижение рельефа, да? Соответственно, чем мельче водоём и чем дальше до воды, тем длиннее должна быть ручка. Вот эта 4-метровая ручка, она считается, в принципе, универсальной. Её можно и на карьере использовать, и на водохранилище, и даже на реке. Когда крутой берег, я не могу спуститься, и я один. Мне некому помочь. И я вижу, что рыба трофейная. Чаще всего, вообще, надо начать с того, для чего он используется, подсадчик. Он используется в том случае, если мы, а, используем тонкие поводки, и мы чётко понимаем, что когда мы начнём рыбу вытаскивать из воды, она этот поводок оборвёт. Но толщий поводок она брать не хочет. Поэтому приходится выбирать тонкий поводок. В таком случае подсадчик необходим. И подсадчик длиной 4 метра. Во втором случае мы используем тогда, когда нет помощи, и мы чувствуем, что идёт хорошая рыба, и нам некому помочь. Подсадчик может помочь даже лучше, чем у руки товарища, потому что товарищ хватает эту рыбу, она у него выскакивает и полетела. 4 метра самая универсальная длина. Есть 5-6, но это уже строй у подсадчика должен быть, как копьё. Этот, видите, он маленько жидковатый, он как бы под рыбой, он ещё больше прогибается. Поэтому вот самая универсальная длина 4 метра. 3 это уже будет маловато, потому что берега крутые у нас и на реках, и на водохранилищах даже крутые берега бывают. И, в принципе, когда наловчишься, вполне диаметр головы. Ну вот эта вещь, вопрос, какая голова нужна. Вот я взял с собой две головы, одну прикрутил. Вот эта вещь называется голова, вот это ручка подсадчика. Сейчас я покажу ещё один подсадчик голову. Вот, например, у меня есть ещё одна голова для подсадчика. Как вы видите, она более просторная, да? Тоже сделана, кстати, из лески. Она более просторна по размерам, то есть под более крупную рыбу. Вот в эту голову можно засунуть леща весом больше 2 килограмм. Я думаю, даже под трёшку. Вот, поэтому, в принципе, вот этот размер, если не ошибаюсь, 40 сантиметров диаметр. Это вполне самый универсальный размер. Вот это уже тяжеловато и имеет, конечно, свой плюс, то, что вот эти вот вещи называются поплывками. Когда бросаешь подсадчик в воду, у тебя как бы тяжесть... Как это сказать-то? Ну, он сам по себе не тонет, она нивелирует, да, вес самой головы. Но при этом она сама по себе потяжелее будет. Ну, больше таких, может, даже для карпа. Поэтому размер самый универсальный тоже 40 сантиметров, такой, ни больше, ни меньше. Вот эта вещь, как я уже сказал, фидер арм, это очень всё здорово, всё классно. Минус у этой вещи тоже есть. Она при вставании, при сидении на кресле или шевелении каком-то, да, непроизвольном, вызывает дёргание удочки из-за того, что сам фидер арм, он вот так закреплён. Сейчас немного производители поменяли конструкцию, и он более устойчив. Есть альтернатива, обычные вот рогульки, да. Но в чём минус рогулик? Бывает крутой берег, не всегда удаётся их поставить, да, и не всегда по длине удастся. Это у вас скрепится к креслу, вам не важно, какой у вас берег, что. Есть такие вещи, как треноги, я тоже её специально сегодня взял, чтобы показать. У неё регулируемые ноги, она может вставать и в воде, и на берегу, и адаптироваться под рельеф. В чём плюс у такой вещи? Допустим, есть такие места у нас, и, как правило, не редкость, это твёрдый грунт дна, плетняк, камень. Бывает даже вот эту вот рогульку её не ставить, бесполезно. Всё ломается, всё там застревает, но лезть не лезет. Треногу поставил, всё, она стоит. Сюда вкручивается любой наконечник, она регулируется по высоте, то есть практически покрывает все свои, все возможные и невозможные потребности. И плюс крючочек для подвешивания груза, чтобы она была устойчива. Собственно, вот и альтернатива фидер-арм, тренога и стойка. Стойка – это то, с чего стоит начать, а уже дальше вам самому решать, есть смысл двигаться в этом направлении или нет. Ну вот такая вещь, я вам сразу говорю, это очень вещь удобная. В каком плане? На неё также, допустим, если вы её не используете непосредственно в рыбной ловле, вы можете её поставить на берегу, закрутить у неё какую-нибудь там насадку, плохо не взял, да, мягкую, и на неё поставить запасные удочки. И отставить её, скажем, в двух метрах от кресла, чтобы вам на расстоянии вытянутой руки можно было схватить эту удочку, как это делают спортсмены, и рыбачить. Эта у вас удочка не подходит по каким-то условиям или оборвалась. Как правило, спортсмены имеют с собой в тур спортивные дубли. Скажем, вот у меня одна удочка, и точно такая же удочка с такой же катушкой, с такой же леской, с оснасткой лежит в запасе. Если у меня сжатый по времени тур, естественно, 3 часа, то я эту скинул, вторую взял. Поэтому такие вещи очень удобны. Облегчает жизнь, но занимает дополнительное место. Поэтому я взял специально для альтернативы, но рогульку я не стал уже брать, у меня их тоже там всяких разных. Я думаю, что все их видели, да? Это вот такие вот обычные колышки, там у него на конце такая вилочка, да? Чтобы можно было воткнуть ее где-то в берег и ловить спокойно. Но у нее тоже, опять же, ограничения, да? Бывают простые, вот, кстати, я вижу тоже. Бывают простые, а бывают телескопические. Если брать, то берите телескопическую. Потому что она все-таки позволяет варьировать высотой, ну и какой-то дополнительный маневр для рыболова. Ну, понятно, да? Вещи такие вполне ясные, думаю. Спасибо.